Лавинные датчики DSP-PRO и DSP-PRO Ice Edition фирмы PIPS. Данные модели выходят в комплектации с вот такой вот системой подвески, которая позволяет закрепить датчик под верхнюю одежду, и это обезопасит вас от случайного срыва лавинного датчика с тела во время схода лавины. Система имеет две регулировки, что позволяет настроить ее по высоте и по объему дали. Датчик имеет систему быстрого доставания, то есть вы тянете за ремешок, а он вытягивает бипер. Это удобно делать одной рукой. Также изначально бипер приделан к системе подвески на резинке, что позволяет, например, искать пострадавшего, не снимая бипер с себя, что опять же обезопасит вас в случае повторного схода лавины. Также в комплекте есть короткий ремешок и можно установить его. Лавинный датчик имеет очень понятный интерфейс и очень простую систему управления. Данная модель имеет радиус действия 60 метров и позволяет в режиме маркировки найденных пострадавших отмаркировать до 5 целей. Итак, чтобы перевести датчик в рабочее положение, мы нажимаем вот эту кнопку, которая блокирует клавишу и переводим его в режим отправки сигнала. В этом режиме мы катаемся. Для того, чтобы перевести в режим поиска, просто сдвигаем клавишу и уже можно искать пострадавших. Поскольку рядом находится еще один лавинный датчик, мы слышим сигнал. Есть несколько дополнительных функций. Во-первых, данный бипер позволяет проводить групповую проверку. Чтобы убедиться, что мы можем адекватно искать друг друга в случае схода лавины, мы можем заранее проверить работоспособность датчиков друг друга. Для этого в режиме отправки данных мы включаем бипер и проверяем, имеет ли он связь с другим. Он показывает надпись OK и расстояние до бипера, которое должно быть менее метра. Когда мы отжимаем клавишу, он переходит обратно в режим отправки данных. Также имеется дополнительная функция. Это встроенный инклинометр, который позволяет измерять углы наклона поверхности, например, для оценки степени лавины опасности. Для этого в режиме отправки данных мы нажимаем кнопку сканирования, и дальше он переходит в режим измерения углов. Положив датчик на лыжи или лыжные палки, которые лежат вдоль склона, можно измерить крутизну склона. Единственный момент, его необходимо не утерять. После того, как мы отпустим клавишу, он автоматически перейдет обратно в режим отправки данных. Данный датчик также совместим с лавинным щупом фирмы Pips iProbe, который позволяет производить более детальный поиск пострадавшего. А также он совмещен с малыми лавинными датчиками этой же фирмы, которые предполагают, что их устанавливают на снаряжение или, например, на собаку. Модель DSP Pro и DSP Pro Ice Edition имеет функцию автоматического перехода из режима поиска в режим передачи данных, если датчик находится без движения более двух минут. Это обеспечивает безопасность спасателям в случае исхода лавины. То есть, таким образом, если бы спасатель накрыл лавиной, через две минуты датчик автоматически переходит в режим отправки данных и можно, к сожалению, перейти к поиску новых пострадавших. Модель DSP Pro Ice Edition отличается фактически только цветом корпуса, который является светлым и прозрачным. Важно помнить, что само по себе наличие лавинного снаряжения не обезопасит вас при катании вне трасс. Важно иметь навыки пользования таким снаряжением, иметь полный комплект, а также находиться в составе группы.